здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы не беседуем о политике как обычно мы сегодня будем говорить о великой игре мы сегодня будем говорить о футболе и наш собеседник человек который о футболе знает есть не на все сто процентов то на 99 и девять десятых процентов точно российские спортивные журналист комментатор телеведущий виктор гусев виктор михалыч добрый вечер геннадий здравствуйте вас друзья уважаемо радиослушатели приветствую с удовольствием виктор михалыч огромное вам спасибо за то что вы уделяете нам время в это поднять для вас время и естественно футбол это очень интересно и очень популярно у меня такой вопрос закончился чемпионат европы естественно живя в америке мы все-таки наблюдали за этими матчами и у меня как вопрос заключается в том что существует ли на ваш взгляд кризис европейского футбола видите ли вы его я имею ввиду в первую очередь техническую подготовку игроков и тренерские штабы их идеи насколько они реализованы большое спасибо вам за приглашение что касается вашего вопроса кризиса европейского футбола я не вижу вовсе более того я считаю что в катаре именно европейские сборные будут на первых позициях борьбе за мировое чемпионство а даже не латиноамериканские поэтому даже немножко удивлен вашим вопросом ну смотрите а вот вообще какие результаты евро кто вас удивил а кто вам понравился кто огорчил ну не будем говорить про российскую сборную это отдельный разговор у нас еще будут вопросы а вообще кто вас вот как вам все это понравилось и конкретно по командам кто удивил понравился и разочаровал к сожалению разочаровали немного французы но вот они попали такой крепкий орешек в лице швейцарии после я посчитал что французы точно дойдут до финала и вот сейчас когда мы анализируем итоги составляем символические сборные например никто не включает поле пугба словно мы забыли как великолепно он выглядел в тех матчах пока еще франция была в турнире просто даже удивительно мбаппе да он не забил тот самый злосчастный пенальти но он тоже был великолепен поэтому и я уровень очень хороший командам пришлось преодолевать условия пандемии которые были усугублены тем что вот к сожалению так совпало надо было отметить 60-летие европейского футбола и поэтому придумали странную форму турнира с разъездами по сначала 12 получилось по 11 странам и это совпало с пандемией что создало все на кошмарные условия для участников и тем не менее команды преодолели забили больше мечей чем на каком-либо евро до того порадовали на свои ворота в том числе порадовали нас великолепной игрой а виктор михалыч я хотел бы просто к прошлому вопросу как бы немножко уточнить мой вопрос в том плане что вот вы сейчас говорили о том что было много авто голов да по моему побит рекорд среди всех чемпионатов европы поэтому мой вопрос включался именно в том насколько технически футболисты подготовлены я имею ввиду в том плане что и подкаты и а то как пасы делались то есть вот понимаете я смотрю футбол европейский футбол с 84 года и мне показалось вы меня конечно можете поправить что все-таки кризис на мой взгляд существует какой-то именно в плане футболистов подготовки футболистов стала гораздо более жесткая игра в защите поэтому если раньше нападающий мог обыгрывать по три-четыре человека мы им восхищались то сейчас достойно восхищение движения когда нападающий обыгрывает двоих защитников тоже крайне сложно выросла атакующая мощь тоже поэтому но что касается автоголов вы понимаете еще статистически стали фиксировать как автоголы те голы которые раньше в общем-то записывали на счет нападающих сейчас стали к этому более скрупулезно относиться и поэтому вот еще и статистически стало больше но это свидетельство напряжения в игре возросшего когда вот защитники не справляются рисуем то что я сказал до того а вот вы сказали что вас разочаровала франция а кто по-хорошему удивил ну я предполагаю что всех удивило дания а кто еще вам понравился даже из тех команд которые может быть не пробились не не прошли далеко мне всегда как точно почему-то были близки команды восточной европы как-то я с особой любовью к ним всегда относился вот и сейчас мне понравились чехия во главе с шиком своим бомбардиром мне понравились ну не так понравились хорваты хотя у них были свои подвиги но все-таки от вице-чемпионов мира надо ждать подвигов и надо ждать того что они продвинутся высоко по турнирной лестнице говоря уже двигаясь в сторону западной европы мне уже по мне понравились ведь самцы которых я уже упомянул ну мне понравились англичане финале против италии я болел за англию вопреки общей точки зрения и общему настрою про итальянскому все-таки я хотел чтобы для англичане и они там все я уже так вот сам по своей инициативе перешел к финальному матчу мне кажется там все решила тренерская ошибка саутгейта который сам свое время как игрок не забил пенальти а вот здесь он проиграл серию пенальти второй раз своей жизни уже как тренер выпустив этих троих ребят молодых совершенно не готова к тому чтобы бить 11-метровые вот в такой ситуации которые дальше не успели войти в игру и так и разогреться для этого и саутгейт мотивировал за тем что они лучше всех били пенальти на тренировках какое отношение имеют тренировки к финалу на уэмбли видели как маститый кейн и могуай разобили свои 11-метровый вот так надо было а кто из игроков вам понравился кто разочаровал на кого вы считаете нужно обратить внимание в будущем кто из маститых футболистов проявил себя а кто из маститых футболистов скажем не показал себя как хотелось бы великолепные две пары центральных защитников у италии и англии их можно отнести к маститам чемпионат на мой взгляд стал чемпионатом вратарей во многом потому что это на рума и пикфорд и конечно шмейх или зоммер были великолепны из этого ряда к счастью не выпал наш матвей сафонов единственная беда была в том что коллегам матвея сафонова защитники помогали а ему мешали мне понравился мбаппе конечно колоссальный потенциал и как когда французы играли с немцами и буквально португальцами мбаппе был великолепен и я в общем уже видел его в роли обладателя приза главному лучшему футболисту турнира по банюм я уже говорил вот все эти люди парень до не нужно забывать тех футболистов которые ну волей судьбы раньше закончили путь на чемпионате вот команда их вылетела можно вспоминать очень очень хороших игроков их очень много вот не знаю как но вот молодые есть я знаете что я думал что англичане дадут ходу но на мой взгляд фото на такой будущий месси что они ему покрашенному белый цвет дадут вам больше возможностей тем более что если говорить об англии англия выиграл от того что чемпионат был перенесен с 20 на 21 год потому что в двадцатом году вот эти ребята были еще не оперившимися и как раз этот год позволил им выйти на уровень звезд но вот видите какой подбор игроков у сборной англии если да хорошо нам маунт пробился в итоге в основной состав а ходу так в общем то и не получился его шанса большому счету я много выжду от этого игрока виктор михайлович хочу вам сказать что в русскоязычной общине чикаго болели как за сборную россии так и за сборной украины естественно сборная россии к великому сожалению всех разочаровала многих очень разочаровала как вы считаете в чем проблема сборной украины и почему станислав украины прошу прощения россии россии и почему станислав черчесов так тянул а состав к которой казалось бы явно и должна была быть так тянуть чем с отставкой а с отставкой да но я вообще считаю что как-то это должно все происходить автоматом тренер проиграл важный турнир там чемпионат и он сам подает в отставку но может магия выступления сборной россии на чемпионате мира потом сам факт того что команда вышла на чемпионат европы в общем то это достижение черчесова поэтому так уж как-то начали говорить о полном провале а учеб смотрите сейчас придет новый тренер да начнется продолжится отбор чемпионату мира катаре и мы еще вспомним черчесова когда мы не пройдем этот отбор и мы вспомним что черчесов ну да чемпионат мира там мы попадали финальную часть по праву хозяина а чемпионат европы команда попала добилась этого места не факт что это произойдет в результате отборочного турнира чемпионат мира поэтому все относительно вот но и потом вы понимаете конечно я далек от того чтобы поддержать владельца спартака леонида фидуна в его тезисе что тренер это всего 10 процентов значимость тренера вообще в игре команды всего 10 процентов но логику этого выражения я понимаю есть у тебя нет игроков я разговаривал с одним очень таким заслуженным российским советским тренером мы сидели там выпивали и он говорит ну хорошо вот все восхищаются гвардиола муринио вот великие тренеры и как меня сказал он никто никогда не назовет тренером мирового уровня но секундочку и гвардиола и муринио с самого первого момента свои три тренера свидетельности имели таких игроков которых у меня не было ни разу жизни как же можно сравнивать поставьте нас по игрокам в одинаковое положение и тогда говорите кто из нас тренер мирового калибра и в этом тоже есть логика вот так и у черчесова у него не было игроков которые могли бы составить конкуренцию игрокам лучших команд европы а виктор михайлов свое время великий футболист а потом и замечательный комментатор владимир маслаченко а был против назначения а в сборную иностранного тренера мы не будем по фамилии называть тех кто тренировал а ваш взгляд на то что если сборным могут возглавить именитый иностранный специалист я вполне это допускаю единственное что сейчас такая уникальная ситуация потому что смотрите вот мы сейчас постепенно так решаем и условно говоря там йохим лёв предположим становится тренером сборной россии что получает йохим лёв 23 июля стартует чемпионат россии а 1 сентября уже матч с хорватами значит как что чтобы во первых у лёва не будет других игроков потому что 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 но черчесов пригласил всех лучших не было на мой взгляд только смолова больше выбирать низкого ну тем более что было позволено на этот раз 26 футболистов заявить вот эти 26 они реально лучшие игроки в россии то есть лёв приходит у него там несколько туров чемпионата он начинает бешено смотреть он видит что действительно других игроков нет и он начинает пытаться что-то сделать всеми же футболистами которые были у черчесова и 1 сентября игра с хорватами он попадает очень сложную ситуацию может быть даже в этой ситуации именно в этой ситуации лучше был бы российский тренер который в теме но с другой стороны мы же не можем так пригласить российского тренера там пока лёв сообразит так временно если мы приглашаем российского тренера как и любого тренера мы должны с ним подписывать долгосрочный контракт поэтому вот такая как говорит молодежь засада такая получается но посмотрим но главное что вот нет игроков как-то вот не склонны даже даже болельщики на самом набросились на черчесова как будто черчесов выходил на поле и как будто вот когда зубнин отдавал так нелепо мяч назад в матче зданий получается что вроде бы даже не в зубнине дело а это некая системная ошибка черчесова которая вынудила зубнина вот так глупо сыграть но это смешно а виктор михалыч но вы сможете согласиться с тем что когда отменили лимит на легионеров российские футболисты стали получать несметные ну можно сказать зарплаты которые наверное все таки не соответствовали их уровню подготовки классу поэтому наверное нету конкуренции а что в этой ситуации делать тогда нет лимит нужно отменять конечно же мы столкнулись потом ситуации что в российском чемпионате вот нет такой конкуренции с такого уровня игры единоборств с которым сталкиваются наши футболисты выйдя на такой турнир как евро и самое интересное наблюдение знаете вот мы говорим на журнодов соболев предположим как же он нам нравится в спартаке чужого в сборной не так а кто-то говорит в спартаке то у него какие партнеры промес ларсон и задумываемся секундочку а промес не впадает сборную голландии основной состав а ларсон не попадает сборную швеции основной состав и какой-то вообще полная картина безысходности вроде бы даже и эти легионеры которые у нас которые мы платим большие деньги еще больше чем нашим футболистам они тоже не того уровня поэтому конечно очень все идет от вот уровня российского чемпионата с которым нужно что-то делать нужно искать мальчишек по всей стране нужно вот эта вот конкуренция была более сильная и она давала бы вот на каком-то выходе действительно настоящих звезд выживших в этой конкурентной борьбе который уже потом бы шли в сборную кстати сегодня было объявлено о реформе футбольных лиг по голландской системе подробностей не знаю но вот то что я читал последняя до голова по голландской системе они считают там подробности не могу сказать швейцарская да ну да да наверное наверное буду могу ошибаться но вопрос в другом а вы знаете да это известно что все российские тренеры отказались возглавить сборную как вы считаете почему ведь есть неплохие специалисты ну потому что какие-то и кто-то из них имеет хорошие контракты в клубах кто-то из них находится на стадии такого реформирования своей команды кому-то нравится работать именно на таком уровне кто-то понимает что в конечном итоге от того может быть как он будет работать со своим клубом в итоге и пойдет развитие российского футбола а не путем его значит появление сборную какое-то вот латание каких-то дыр на высоком уровне поэтому людей разные такие подходы но и в общем то это такая опасная вещь мы уже говорили об этом ну что вот это подставляться человек получает все тот же набор игроков и выходят на хорватов первого сентября и ему говорят ну что же мы вас никого из иностранцев не взяли вообще вас предпочли поставили а вы вот так вот и он должен оправдываться будет как черчесов и в общем-то неловко тренеру все списывать на игроков но всем понятно что нужно что-то говорить о том что игроки не соответствует поэтому я прекрасно понимаю тренеров которые отказываются тем более тренер которых есть уже работа на данный момент есть тренеры я не знаю предлагали им или нет такого уже люди в возрасте ведь ты в возрасте а тебя бросают в такую топку давай сделай нам что-то из ничего за полтора месяца виктор михалыч вот говоря о уровне футболистов я всегда я помню советский союз и я всегда вспоминаю таких тренеров диктаторов я именно делаю акцент на слове диктаторы такие как лобановский бесков эдуард малафеев да си видов я не знаю был ли он диктатор а вот допустим на дар ахалкацы да и а вот именно эти тренеры свои команды делали великими и футболистов сделали великим может все-таки проблема именно в тренерском как говорится составе российского чемпионата может быть уровень тренеров не настолько велик или может быть сама система не позволяет им общаться с футболистами именно так чтобы это давало результат сейчас невозможно то диктаторство которое было при советском союзе сейчас совершенно другое время сейчас время более свободное демократичное совершенно другие молодые люди достаются в качестве футболистов вот этим тренером и с ними особо не по диктаторствуешь я вам точно говорю поэтому тут не бессмысленно говорить в этом плане о сравнивать с прежними временами виктор михард давайте теперь поговорим о сборной украины которая в каком-то смысле удивила а порадовала но вид видны и большие у них огрехи как вообще она вам понравилась кто из футболистов вас удивил понравился где вы видите и вообще о тренере шевченко что вы думаете я болел и всегда болею за сборной украины андрей шевченко мой хороший друг мы с ним даже вместе снимались в фильме который назывался поручик ржевский против наполеона я играл вы не поверите загармированный примерно под пушкина комментатора бородинского сражения а он андрей шевченко естественно играл тараса шевченко который был моим закомментатором то есть все эти как но андрей тогда приехал это было в киеве двенадцатый год что ли было в киеве он приехал сразу после матча он уже вернулся в киевское динамо приехал сразу после матча лиги чемпионов правда он не играл сидел на скамейке но приехал такой возбужденный его гримировали а как где портрет шевченко достали гривну из гривны с этой купюры его гримировали так что с тех пор он мой очень большой друг на олимпийских играх в турине которые мы комментировали матч когда россия выиграла у канады в четверть финале со счетом 2-0 и это была одна из первых шайб овечкина овечкин только появился олимпиада в турине мы комментировали с третьей ком и шевченко который играя в милане приехал в турнир чтобы посмотреть после матча поднялся к нам с третьей ком в коментацию кабину мы обнялись и он сказал это наша общая победа вот и у меня очень теплое отношение к украинскому народу украинца моя жена русская она родилась в харькове что ее отец был военным он путешествовал по всей стране с этой профессии поэтому я за них очень болел я сразу самого начала отмечал что в составе сборной украины есть очень мощные футболисты зенченко хотя бы взять ярмоленко и футболисты которые играют в хороших и давно играют зарубежных клубах и команда сбалансированная я в принципе от нее ждал довольно многого и мне кажется в общем то они не провалились и сыграли очень достойно вот и я вижу большой потенциал шевченко даже потому может быть но я не такой большой специалист чтобы оценивать его с точки зрения тактической теоретической грамотности но вот те вещи которые он говорит о футболе о сборной та мудрость которая вот проявляется даже в его глазах вот мне кажется это залог успеха большого будущем а виктор михалыч мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся и продолжим наш интересный разговор спасибо не отмечайтесь мы возвращаемся в программу политинформальная дистанция народная волна чикаго никакой политики сегодня только футбол мы продолжаем беседу с российским спортивным журналистом комментатором телеведущим виктором гусевым виктор михалыч вы с нами да да я с вами а виктор михалыч меня вот такой вопрос а в советское время футбольные комментаторы были как боги в каждой квартире в каждом доме и озеров и маслаченко и майоров махарадзе до синяцкий то есть и это были люди очень эмоциональные видя значит репортаж это были такие много эмоций и живя в америке мы наблюдаем то же самое когда идут какие-то значит спортивные соревнования комментаторы очень эмоциональны как мне кажется поправьте меня а что в современном сегодня вот российском чемпионате комментаторы не так эмоциональны если я не прав скажите что я не прав или я прав может быть надо немножко эмоций добавить может быть но те комментаторы которых вы назвали я скажу сейчас крамольную вещь они иногда эмоциями заменяли извините знание предмета потому что такого знания предмета от них и не требовалось приведу пример николай николаевич озер в блестящий комментатор и вот он ведет репортаж о хоккейном матче ссср фрг и я вам скажу что николай николаевич в составе сборной фрг знает мощного и высокого нападающего кюнхакля и может быть еще двоих которые играют с ними в одной тройке остальных он просто не называет это не требуется требуется гнать наших ребят вперед рассказывать о наших хоккеистах сейчас совершенно другой стиль комментатора потому что нынешнему никто бы не простил если бы ну вот так вот отбросил то уж самую сборную германии нет пожалуйста расскажи о распределении сил между четырьмя пятерками в сборной германии обрати внимание на то что тренер немцев перестал выпускать какой-то на момент на лед четвертую пятерку что центр форвард из третьего звена перешел во второе все это нужно николай николаевич озерова это вообще было не нужно от него это не требовалось и вместо этого конечно были эмоции вот поэтому я считаю я очень высоко ставлю нынешних комментаторов во-первых они в более сложном положении в том смысле что их много вот вы сейчас перечислили вот эту пятерку начиная с синявского и все и больше пожалуй никого и назвать нельзя потому что их хватало на все эти трансляции которые были мы не имели возможности смотреть чемпионат германии чемпионат италии чемпионат англии мы только слушали мы как женщины любили ушами каких-то таких за океан не за океанских европейских звезд и за океанских в том числе и потом встречались с ними поскольку наши еще долго не играли в еврокубках встречались с ними на чемпионатах мира и европы во время трансляций игры а вот он какой оказывается вот поэтому сейчас огромное количество трансляций много комментаторов и конечно такую вот сложно приобрести такую же узнаваемость как было у махарадзе у озерова просто априори усинявского а ребята готовы очень хорошо они опять же они работают совершенно другой ситуации по сравнению с комментаторами советского периода то что тогда не было интернета и это даже это было еще и начало моей комментаторской карьеры мы по крупицам собирали какую-то информацию хоть что-то узнать наши играют со сборной камеру на хоть что-то про этот камеру но найдя эту информацию ты для телезрителя был истиной в последней инстанции сейчас все повернулось объем информации колоссальной бери что хочешь про этот камерун я не знаю любую там деталь личной жизни там последнего самого защитника все это есть вопрос как отобрать информацию кто-то преподносит зрителям но и люди которые сидят подготовлены экранов телевизор они тоже очень многое знают благодаря интернету поэтому еще и не нужно попасть в такую ситуацию когда им ты рассказываешь вещи которые так вам знакомы поэтому совершенно другая комментаторская ситуация и очень сложно сравнивать из-за этого а виктор михайлович давайте мы углубимся в прошлые годы вы давнишний и комментатор и болельщик а вот как журналист у кого из футболистов прошлого ну скажем восьмидесятых семидесятых годов советских и иностранных вы хотели бы взять интервью вы знаете те люди они мои абсолютные герои ведь я же брал интервью марадон и у пиле и сейбио и как ты чувствовал себя спокойно себя с ними потому что они не были моими абсолютными кумирами а центральный нападающий московского динамо владимир козлов был моим кумиром он сейчас тренирует динамских мальчишек и я прихожу на тренировку я не рискую к нему подойти я как мальчишка испытываю какой-то трепет и дрожь вы можете представить это вообще противоестественное я ехал в метро и рядом со мной вдруг сел динамовский защитник зыков и просто я с ним заговорил у меня чуть голос не сорвался это какой-то бред абсурд но это вот это первая любовь это сродни первой любви мальчишеская любовь к этой динамовской команде 60 и 70 годы поэтому больше всего мне интересно было поговорить с ними как я поговорил с геннадием еврюжихином я служил в армии военным переводчиком в эфиопии когда была война эфиопии сомали и команда нас нашего армейская команда играла с командой нашего посольства в агисобебе и вдруг я увидел что в составе посольстве переодевается человек он стал спиной до боли знакомая фигура он развернулся я видел что ты геннадий еврюжихин мой кумир составе московского динамо он стал дип курьером после окончания футбольной карьеры и я играл против него я два раза ударил ему по ногам я был защитником он забил один мяч сделал две голевые передачи они победили посольских впервые нас военных победили со счетом 3 1 то мы сидели пили пиво с ним разговаривали это были счастливейшие моменты в моей жизни ну помимо того что это конечно там вокруг война и искорка мирной жизни но даже и без этого все равно к сожалению геннадий уже умер вот поэтому вот вот эти люди как ни странно которые может быть сейчас даже скажу никому не интересно что у них там интервью брать кстати на это не так это ошибка виктор михайлович говоря о футболистов футболистах прошлого всегда вспоминаешь гениев футбола такие как стрельцов валерий воронин я беру советский союз федор черенков и к сожалению когда читаешь биографии смотришь о том что после того как они уходили из футбола их жизнь была как-то будем говорить складывалась не не устроена и естественно в их жизни присутствовал к сожалению великому алкоголями виду виталия старухина то есть очень много и александр прокопенко в в минском динамо как вы думаете почему именно в советском союзе или в россии вот эта проблема для бывших футболистов становилась очень и очень серьезной ярчайший пример это мой любимый футболист второй после льва яшина это динамским падающий игорь численко который просто спился и потом мы ограбили его квартиру и украли ту самую бронзовую медаль которая была за чемпионат мира в шестьдесят шестом году у нашего дизайн и четвертое место но там четвертое место получала бронзовую медаль вот даже эту медаль у него украли дело в том что но в отличие от футболистов нынешнего поколения и тогдашние игроки они неплохо жили у них были там квартира машины но у них не было возможности делать накоплений таких человек не мог как сейчас вот быстренько там купить прижим ресторан и значит ты в каком смысле обеспечен уже после окончания своей карьеры игрока вот они заканчивали играть они может быть неплохо жили они тратили какие-то деньги оставались совсем маленькие сбережения им нужно было думать о том чтобы вот просто начинать новую жизнь поскольку естественно все они не доучились когда учиться если тренировался с детства не были не лучшими учениками в своих школах и вот они оказывались перед такой жизненной сложной ситуацией динамовцам было легче я вот сказал что геннадий еврюжихин стал дип курьером это был такой довольно прямой путь для футболистов московского динамо вообще клуба динамо это все были одноклубники динамо берисе на низ динамо киев так далее вот и у динамо георгий рябов юрий пшивцев и вот еврюжихин они стали дип курьерами это было хорошо они ездили за границу получали суточные валюте это было очень здорово по тем временам но большинство вот вот заканчиваем большинство очень многие заканчивали плохо что касается алкоголя но в общем то тогда вся страна заливала вот алкоголем совершенно какую-то странную и такую противоречивую неестественную ситуацию нашей жизни когда мы строили коммунизм и я строили очень непонятно что и какой-то коммунизм это утопия все было подчинено и кто-то наверху в это верила кто-то не верил и просто использовал для того чтобы свою карьеру успешно делать поэтому это была страна нонсенс это в это был какой-то кошмар и неудивительно что люди топили вот эту вот свою какую-то непонимание скажем так в алкоголе виктор михалыч а кто из советских тренеров оказал самое заметное большое влияние на развитие советского футбола почему вопрос такой мне кажется что советские футболисты семидесятых то что я знаю 80-х годов не были слабее европейских того же скажем там и римчука или заварова заварова абсолютно не он не слабее был например каких-то европейских футболистов кумана может быть там демьяненко и куман абсолютно одного уровня футболисты а вот кто из тренеров именно вот оказал влияние на развитие советского футбола да я с вами соглашусь в том что были тогда футболисты на уровне вот европейских звезд но дело в том что вот в последующие годы европа очень футбольная прибавила среднем звездном уровне очень мощное среднее звено которое повторяю может считаться даже уже и звездном а у нас как-то пусть остались остались отдельные такие вот звездочки а потом в результате вот такого поглощения всего и вся вот этой мощной новой мощью европейского футбола у нас как-то растворились и они то есть европа тут не не столько мы отстали сколько европа за счет больших денег вложенных футбол интереса футболу как-то она вот пошла семильными шагами и мы тут растерялись и не успели я ничего не хочу сказать про нашу победу выигрыш кубка европы в шестидесятом году но секундочку но там не было главных сборных и через четыре года не было сборной германии с эти немцы приехали на чемпионат европы на кубок европы 64 года потому что у них была бундеслига для них это было важней а с чемпионатом европы говорили они также говоря англичане мы что-то не понимаем еще покажет за турнир стоит ли в нем участвовать а мы уже туда бросили все силы и выиграли то есть нужно все время представлять себе общую ситуацию чтобы реально оценивать успех или не успех той или иной сборной так что касается вклада конечно гениально огромный вклад лобановского это совершенно новые принципы футбольной системы вот эта киевская динамо недаром потом он начат был востребован и если бы он хотел он мог бы поехать наверно ну еще знание языка тут есть какой-то один момент такой слов осложняющий вот но мог бы быть я думаю что в любом клубе в любой сборной он конечно был таким великим тренером и у него была вот это вот жесткость которая как я уже сказал мы возвращаемся к предыдущей теме было вас была возможность применения этой жесткости просто по условиям той жизни виктор михалыч такой вопрос тренер романцев в 90-х годах на и на самый титулованный тренер в россии и вдруг и кстати был футболист замечательный он заиграл в защите в спартаке и вдруг в вы меня может поправить где-то в начале 2000-х годов он их уходит из тренерской деятельности очень интересно почему вдруг он бросает эту деятельность и как вообще оценивать его как тренера на оцениваю высоко но вот реально разобраться сложно потому что романцев был в уникальной ситуации в 90-е годы когда спартак выиграл 9 титулов чемпионских он совмещал чего по ума не было ни до этого ни после этого и административную должность он возглавлял клуб и был главным тренером и в тот момент спартак был самым мощным клубом благодаря каким-то ресурсам и хорошей организации и не было например такого соперника как какого они потом получили в лице цска цска был совсем не таким мощным поэтому спартак будучи очень сильным еще не имел достойного соперника что в общем-то ему и позволило так победоносный типа российским чемпионатом вот и вот это было время романцева а потом наверное он как-то понял что вот его время ушло было несколько таких неудач и возвращений в сборную и я думаю что в какой-то момент мне кажется он просто устал от всего а потом вроде бы хотел вернуться и не состоялась помните была какая-то история вроде его предложила сборная болгарии и он как бы всем заявил что он бы это был с ним болгаре болгаре барык болгаре да потом болгар отказались и как-то это еще его немножко прибило так вот и он решил так заниматься своей любимой рыбной ловлей консультировать там своих друзей по разным вопросам и короче наверное денег хватает чтобы вести такую спокойную нормальную жизнь пенсионера не может хорошо отношусь я был у него пресс-атташе в 2002 году когда был чемпионат мира в японии и южной корее и когда мы проиграли бельгийцам совсем не таким сильным бельгийцам какие они сейчас я помню когда все зашли в раздевалку и олег иванович пошел значит в душ одетый позвал туда второго тренера михаила держковича они там шушукались вышли сразу прям там из душа и сказали что мы вот уходим в отставку ребята обратился массажистов администратором вы можете оставаться но мы уходим потому что мы проиграли вот они мгновенно в отличие от числа приняли такое решение прямо там виктор михалыч а если такая проблема как продажа матчей сдача матчей кстати насколько я знаю и романцева бездоказательно но обнимая обвиняли все таки вот в этой проблеме если она сегодня и была ли в прошлом в общем в ответ можете сделать в общем естественно не персонально поговорить о прошлом подозрения какие то есть но это все очень бездоказательно сейчас этого абсолютно нет на высшем уровне потому что клубами владеют такие люди которые скажут елки-палки я сам заплачу ребят только никому ничего не сдавайте понимаете это такая уже борьба амбиции наверху это такой разговор за коктейлями моего твака твои то что там проигрывают я просто вот и даже из-за этого не допускаю возможности сдачи матчей как окнать можно пустить вопрос сдачи матчей на чемпионате европы там чемпионате мира там бывают какие-то были какие-то договоренности когда командам нужно было сыграть там скажем в ничью или сыграть 10 чтобы выйти вместе в следующую стадию и не пустить туда кого-то другого да вот но но вот таких договорных матчей не было вот и единственное что сейчас есть такая вещь она с моральной точки зрения на такая не очень хорошая но ее запретить же невозможно это наоборот стимулирование то есть какая-то команда которая нужна чтобы другая команда выиграла ближайшего конкурента он просто платит деньги чтобы на него платить деньги чтобы команда хорошо играла чтобы они прибили конкурента то есть это даже по спортивному здесь все нормально просто немножко с моральной точки зрения что-то какую-то есть у этого душок но это не преступление вот поэтому нет сейчас конечно же в футболе на высоком уровне такой давно уже закончился виктор михалыч мы в начале нашей беседе беседы говорили о том что будет проходить чемпионат мира в катаре у меня вот такой вопрос что вы ждете от этого чемпионата мира будет ли он зрелищным и помню о том что в катаре будет чемпионат мира вспоминаем абсолютно такой огромный скандал связаны с фифа с ее бывшим президентом по поводу того что типа эта заявка была продана куплена как вообще к этому относится и лично как фифа как как футбольной организации нужно ли там перестройка но как-то все время говорят как-то об этом знаете вот этот тезис жирные коты но просто видимо такая организация как у фифа и кульфа она после не может жить без такого орела в современном мире даже если все было кристально чисто все равно они так бы говорили но это судьба таких организаций с этим ничего не поделаешь купли-продажи мне кажется нет что там скорее вот какие-то договоренности какие-то группировки какие-то обсуждения перед голосованием когда перетягивание на свою сторону голосов вот это все есть но это на уровне никакого-то прямого вот отдачи я не знаю чемодана с деньгами это скорее что-то может быть обещание что-то потом сделать обещание которое делает одна страна в адрес другой страны такие вещи всегда есть но эта игра эта игра такая выборная предвыборная совершенно нормальная с моей точки зрения что касается чемпионата очень жду вот этого чемпионата в катаре потому что он будет более структурирован в любом случае чем нынешний чемпионат европы тоже менее структурированного чего-то чем нынешний чемпионат европы все придумать сложно когда все вот так разбросано а тут все будет скажем так по старинке все вот в одном месте все собираются вот все пропитано духом футбола чемпионата мира другое дело что немножко опять же такой не совсем привычный потому что это будет ближе к зиме потому что это будет необычная с футбольной точки зрения страна со своими условиями и условностями вот но я думаю что на игры это не повлияет поскольку но что-то может быть непривычное вне стадиона но это примерно как вот климат может быть дикая жара но на стадионе они обещают установить кондиционеры поэтому вот это такой хороший пример который показывает что непосредственно футбола никакие странности не коснуться и будет очень интересный турнир и дай бог чтобы туда попали с новым тренером виктор михалыч я вам задам сейчас несколько вопросов куис такой да задают того или но а вы выбираете что вам ближе хорошо короткий вопрос короткий ответ а блохин или газаев как футболист да да кто кто вам нравится больше кто ближе а не оба динамовцы поэтому газаев динамовец и тоже мой хороший друг как и блохин кстати но и газаев я ликовал когда он забивал в финале кубка за московской динамой приносил моей команде трофей я все же скажу блохин уже блохин это фигура мирового уровня все-таки газаев это фигура очень высокого но российского советского уровня а плотини или зидан ох как сложно ох как сложно ну ничья ничья но все-таки мне кстати владением мечом и вот такой разворотливостью на поле сейчас зидана напомнил кейн вот это очень вы прям некоторые моменты игры это прям та же самая стилистика удивительно так странно что кейна уэфа не поставил символическую сборную чемпионата просто это для меня сюрприз но я не об этом нет я я не буду говорить у меня ничья ничья пульсин и зидан а досаев или буфон буфон мой хороший знакомый тоже он очень точно попал во времени на его популярность и известность даже сыграл тот мяч который он пропустил от ван бастона потому что он как бы стал соучастником этого гола и кстати лучшим мартарем мира в тот год 88 но все-таки буфон я честно говоря я видел много недостатков у досаева и я видел много раз как ренат извини просто ренат не бросался в угол а просто провожал мяч глазами нет я я думаю что там еще между между буфоном и досаевым там есть еще целая группа вратарей виктор михалыч а чуть-чуть не о футболе вот готовясь к передаче я обнаружил что вы являетесь внуком виктора гусева знаменитого драматурга и поэта хочу просто для наших радиослушателей сказать что виктор гусев написал знаменитую песню автор знаменитой песни полюшка поле и автор а таких фильмов как свинарка и пастухи в 6 часов вечера после войны вот а вы пишите стихи или книги и может ли как говорится может вам от деда передался талант вот поэтический дар вы знаете я пишу я поймал себя на мысли точнее на факте что стихи у меня появляется только по грустным поводом в жизни моей семьи и поэтому я перестал это делать потому что мне стал даже казаться что я притягиваю своими стихотворениями эти грустные моменты поэтому так что то пишу только друзьям на всякие юбилей дни рождения веселенько книгу написал нефартовой я написал о своей жизни попытался сделать веселый это такой набор каких-то забавных эпизодов как мне кажется в конце передачи виктор михалыч какие книги читает комментатор гусев и смотрит фильмы чтобы вы могли порекомендовать нашим радиослушателям я стал дико мало читать билетристики ребенком я прочел всю мировую и советскую литературу предназначенную для детей и потом очень много много всего читал сейчас другое поглощает мое время если я читаю это вещи какие-то необходимые для работы я очень много слушаю музыки то есть в тот момент когда я могу взять книжку и действительно почитать а есть что почитать у меня мой сосед вот за забором великолепный писатель сорокин наверное известен нашим зрителям радиослушателям ну и не только это но я вот я ставлю у меня огромная коллекция и я провожу очень много времени за послушанием музыки это немножко книги задвинул на второй план поэтому таким советчиком вот сейчас что-то из современного из какой-то модной литературы я бы даже не рискнул что-то рекомендовать Виктор Михайлович огромное вам спасибо за это интервью и учитывая ту ситуацию которая сложилась в Москве после время с коронавирусом мы желаем вам и вашей семье здоровья всего самого наилучшего бодрости оптимизма и хотели бы с вами еще раз побеседовать в будущем еще раз огромное вам спасибо спасибо берегите себя спасибо вам огромное спасибо нашим радиослушателям и я с удовольствием откликнусь на ваше следующее предложение спасибо при этом стране которую я очень искренне люблю спасибо вам всего самого лучшего берегите ду соци дела конечно не знаю что все и есте Продолжение следует...